МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнаценка. Глядите у гэтым выпуску. Насыщена и масштабна у Гомеля означают свята працы. Разом с обеспекой вратовальники Беларуси и Украины провели суместное вучение на преграничной территории. У памяти назавжды телеканал «Беларусь 4 Гомель» распочинает цикл сюжетов, присвеченный героям Великой Айчинной войны. А заразом гэтым и иншим больше подробязна. Президент Беларуси адрасовал суайчинникам веншаванне со святом працы. Александр Лукашенко отзначил, Больш як ста годзе гэтай свята не страшуя своей актуальности, з'являючыся символом солидарности людей розных профессий и покаленьев. У Беларуси адзначают гэтый день засабливым натхненнем, адрасуючы словы по ваге кожному працевнику и працевному коллектыву, выказываючы глубокую удячность ветеранам працы. Тым, хто будавау надзейный фундамент национального здобытку незалежной краины и передав достойную эстафету молодой измене, говорится у веншаванне. Президент звернул увагу, што усе сучасные досягненни, захаванне и модернизация советских промысловых гигантов, створение инновацийных вытворчастей, динамичное укораннение высоких технологий у розной ахаллиной экономики, выника гульной упартой створальной працы. Пиракананы минавита наша працевитость, верность традициям и любовь дорадимы з'являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси, подкреслив керавник державы. Доброчинные акции, концертные и забавляльные программы, спортивные споборницы, водная регата и многое іншее. У Гомели сёння масштабно отзначили свято працы. За урочистостями сочили наши корреспонденты. Уже другий год запор. Выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната свято працы чекают за сабливой нецерпливостью. Лепшие наученцы отрымливают у гэтый день от областного объединения профсоюзов особливый подарунок. Необмежеванный доступ на аттракционы, які размещены у Гомельским парку. Кожный отрымав специальный бронзалет, який з'является универсальным билетом. Метод обраченной акции не только порадовать дятей, а леи мотивовать. Вот эти вот браслеты, или как нему эта акция, это для дедок, которые преуспели вот в этом текущем году и в прошлом, скажем так, в учебе, в спорте. И вот определенное количество детей получили эти браслеты как стимул. Наша сегодняшняя задача – 1 мая сохранить, как праздник труда, донести до детей, чтобы дети понимали, в чем сущность этого праздника и участвовали в нем в какой-то той или иной мере. Все это профсоюзному руху Беларуси исполняется 115 годов. У Гомеля свято працы у юбилейный год отзначили одразу на трех пляцовках. У парку на летней эстраде концертные и конкурсные программы были различены на дятей. Завершилось тут усе флэш-мобом «Мы за мир». На набережной Сожа кипели спортивные страсти. Нестафеты, гульни, легкоатлетичный пробег, а так само рыгата. Коля тысячи детей приняли удел у святи. Не только працевными, а и спортивными досягнениями гонорация сегодня профсоюзы. Школа наша на хорошем счету. Очень много у нас участников и чемпионата мира, и Европы. Много победителей, призеров. Наши великолепные гребцы, наши борцы всегда занимают достойные места. На площади повстания перед початком концертной программы презентовали троллейбус с логотипами Беларусской Федерации профсоюза. Уходить он будет по маршруте номер 4 – вокзал Злин. После отбылось ознагороджение переможца конкурса профессийного майстерства «Гомельские майстры». Дипломы отрымали 15 человек. Концерты, викторыны, гульни, спортивные споборництвы и программа святкования 1 мая отрымалась насыщенной. Однако свято працы – это не только забавы, а и еще вспомины и традиции. Праздник 1 мая – это праздник моего детства. Я вспоминаю, как мы все с семьей. Я маленькая, лет 5 мне было. И мы с семьей всегда наряжались. Всегда одевали новые наряды, шли, было весело, интересно. Самое важное в жизни, наверное, это память. И именно такие праздники, как 1 мая, демонстрации. Не даром говорят, Беларусь помнит. Не только Беларусь. Мы, наверное, все помним дети тех поколений, когда мы собирались вместе с родителями и шли на этот праздник. Прежде всего для меня это праздник семьи, праздник любви, праздник дружбы, праздник, когда оживает природа. Максим Савин, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». А напереды дни у областным драматичным театры под часу Рачистого Сходу ушановали працованные коллективы, занесенные на областную дошку «Гонору». Олег Сенсеров потекавился под рабязностями. Восеяны – лепшие районы и организации Гомельской области. На областной дошку «Гонору» 48 назвал. Тут проставники у всех без выключения сферы экономики. Причем некоторые предприятия стали переможцами областного с поборницей уже не в первый раз. Лепшие районы в своих категориях – Добрск и Мазырске, какие, до речи, сегодня занесены еще и на республиканскую дошку «Гонору». Проставников Мазырщины на обновленный областной дошку «Гонору» в Оглюшмат, региональный узел Белпошты, районное управление «Гомель-Аблгаза», совгаз-комбинат «Зара», «Диазгаз». Причем размыва не только в высоких вытворческих показчиках подчас подведения выников увеличивалась у всем. Все непросто, но коллектив со всеми задачами справляется, и у нас очень крепкая команда, и поэтому уже третий год подряд мы на областной доске почета. Поэтому в первую очередь большое спасибо нашему коллективу, крепкому, сплоченному, которому ставишь задачи и добиваешься. Врачистый сход – еще одна махчимость подвести выники развития Гомельщины по широку позиций региону троцелевших областей Беларуси, и уже в этом году значеный рост всех основных показчиков, включающих экспорт товаров. Причем сегодня спецпартнеры, где запотребованная наша продукция, пополнился еще на 12 краин, в этом году Бангладеш, Камбоджа, Саудовская Аравия, Филиппины. Уклад профсоюзов в этот процесс переоценить тяжко. Сейчас эта организация мкнется принимать удел во всех сферах громадского и экономического жития краины. Олег Сентяров, Игорь Марищенко, телерадо «Компания Гомель». Все лето наша краина означает 75-ти годзе вызволения немецко-фашистских захопников. Угонарг этой знаменальной даты телеканал «Беларусь-4 Гомель» рыхтует цикл сюжетов, присвеченный героям Советского Союза, именами яких названы в улице областного центра. В улице Барыкина – самая протяглая областным центры, а маль 8 км удовженю. Иде прозовей Советский район, и сегодня з'является важным магистралью города. У початку – ей некольких капитальных побудов, потом – приватный сектор, далее – побудовы опошнего часа. Наприконцы – индустриальный центр Гомеля. Долгая и складанная в улице, как и партизанский шлях, каким пройшел Гемельян Игнатович Барыкин. Гемельян Барыкин в годы Великой Отечественной войны, он один из организаторов партизанского подпольного движения на территории нашей области. В начальном этапе он был комиссаром партизанского отряда «Большевик», ну и выполнял обязанности секретаря подпольного горкома партии. А в 43-м году, когда к февралю месяцу было принято решение о создании гомельского соединения партизанских отрядов, Барыкин был назначен начальником штаба. По историчных звездках, когда у першинюрых давалися подрывать ворожий эшелон, Емельян Барыкин настоял, как эту операцию доручили минавито ему. Таким чином, в липене 1942-го отрад «Большевик» открыл свой рахунок в Рейковой войне. По межстанциями Зябровка и Кораневка группа Барыкина подрывала ворожий эшелон с живой силой и техникой, а маль два десятки вагонов пошли под отхон, весь час боевых деянов отрады Барыкина подорвали больше за 50 эшелонов. После военное время он опять был избран секретарем горкома партии, потом в 1948 году был избран секретарем Барановичского обкома партии, был членом Центральной резервной комиссии партии, но в суть в том, что он себя не жалел, то есть в послевоенное время требовало восстановления, вот еще в Гомеле, когда он работал в 1944-1945 годах, он очень много работал. По вспоминах дачки героя, долгий час после вызволения Гомеля, каля их дома, на Старобуденовской улице стояли горожане. Город был у руинах, тому до секретара Гаркама бесконцем потоком и шли люди со своими проблемами и взворотами. Не глядячи на час суток, Барыкин никого не покидал без допомоги, и шмат учим, дякуючу ягу намаганням, Гомель худко дрожався. Но такая тяжкая праца у некой ступени поплывала на его здоровье. Про невеликий час после войны Емельян Игнатович мощно захворил и не смог справиться с хворобой. Знаковое место Гомеля площа працы. Миновито тут, в 1951 году, был похованный герой Советского Союза Емельян Барыкин. По звездках того часу, проводит яго, пришел амаль у весь Гомель, а лишь и сенья, празамаль 70 годов, шмат кто идет сюда, ка поклониться гэтому саправному человеку. Павел Михно, Яугин Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». Вратовальники Беларуси и Украины провели суместные вучения на приграничной территории Полесского радиоцина экологичного заповедника. По легенде, в лесе отбылось узгорание. Огонь наблизился до населенного пункта и охопил 5 жилых побудов. Некольким же хорам спотребилась допомога. Автоматичной системой выявления пожар зафиксованы. Информация передадзена у наиближайший отдел по надзвычайных ситуациях. На допомогу людям и ликвидацию пожару прибыли беларусские и украинские вратовальники, а так само супрацовники заповедника. Усяго заденничали 5 одинок украинской и 7 одинок беларусской спецтехники. В учениях выкарастовывали и новые обстреливания, автоматичную систему уловливания пожара, упалаточный лагерь, пожарные рукавы и аппараты настиснутым по ветры. Закупку спецтехники профинансовал Европейский Союз. Смонтирована система обнаружения ландшафтных пожаров и мониторинга экологической обстановки. Данная система позволяет заблаговеренно в автоматическом режиме обнаружить возникший пожар в радиусе 30 километров и передать на пункт управления. Соответственно, будет своевременное реагирование сил и средств МЧС на тушение данных пожаров. Эффективность командной работы Беларуси и Украины доказана и в реальных умовах. Недавно при поддержке наших вратовальников на территории суседней краины ликвидовали три очаги у сгорання. Реконструкция монумента «Три сестры» на финишной промой. Выкана на больше 80% работ. Будовники плануют завершить працу в ближайший час. Справа застаётся за упрыгоживанием кургана и прилегающей территории зелеными насаджениями. На этом тейдне на допомогу у доброго порадкования монумента приехали представники громадских организаций региона и молодь. 23-метровые пилоны набили белоснежный колер. С трех боков до кургана ведутся дорожки упрыгоженной плиткой с национальными орнаментами трехславянских народов. Это, даже, одинное новое введение, которое унесли архитекторы в план по реконструкции монумента. Работа проведена грунтовная. Надо было демонтировать 3200 метров квадратные плитки, около километра бордюра демонтировать и установить. Также гранитные плитки где-то около 300 метров квадратных установить. Делать благоустройство. Также отремонтировать сам памятник. Мы работаем, как говорится, вахтовым методом весь световой день. Люди понимают, что это ответственная такая работа, которую поручит руководство области выполнено из поручения президента. Работу тут подшлили третые дни тому. Самым складанным было пофарбовать пилоны. Для працы на вышине задейнишили спецтехнику. Белый цвет, цвет мира, цвет абсолютного одухотворения. И мне кажется, что даже общественные объединения, которые сегодня приехали, своим таким трудовым задором, мне кажется, они даже строителей воодушевили. Для того, чтобы как можно быстрее завершить работы. Стелла буквально получила новое дыхание. И мне кажется, что мы завершим работы и с честью выполним поручения нашего президента. Простойники профессийных союзов, громадских организаций и объединений, усеродяких Белая Русь, Червона Крыша и БРСМ, приехали, допомогать с доброупорядкованием монумента. А малюсияны у разные годы бывали на международном форуме «Славянское Одинство». У каждого свои особистые уражения и вспомины. А люсияны кажут об надеи одновиться броски с устреши трехславянских народов. Я однажды была на монументе здесь. Это было на самом деле очень восхитительно, потому что мне удалось даже попасть за кулисы. Люди общались и настолько это все дружно, настолько это все весело было, что просто очень хочется повторения, очень хочется, чтобы возобновились такие праздники. Это возможность нам сплотиться и снова воссоединиться всем вместе. Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадуя компания «Гомель» с Дубрышского района. 4 мая нотариусы проведут бесплатные консультации. У доброчинной акции, присвеченной Дню Перамоги у Великой Айчиной войне, примутся дел все нотариальные конторы и Бюро Республики. У гэтую суботу можно будет задать питание, яке отыщаться оформление спадчины, складание завещаний, шлюбных договоров, отчужение нерухомостей, подрабязности на сайте Белорусской Нотариальной Палаты. У Беларуси с 1 мая повеличиваются пенсии, зарплаты бюджетников и допомоги при народжении детей. Прационные пенсии повысить на 6,5%. Сродки выделять с Державного позабюджетного фонду социальной обороны насельництва. Середний помер прационных пенсий, увы, не купи разлику, складе 411 рублё 50 копеек, а пенсии по взрости маль 419 рублёв. Бюджет прожиточного минимума повеличится прикладно до 224 рублёв. Услед за БПМ вырасти одноразовая допомога в связи с народжением детяти. Я на складе 2240 рублёв. При народжении другого и наступных приблизно 3136 рублёв. Так само с 1 мая повеличится помер тарифной ставки 1-го разраду для разлику зарплаты работников бюджетных организаций. Я е помер складе маль 36,5 рублёв. До інших тем. Спортсмены Гомельской области протягивают подрыхтовку до других европейских гульняв, які почнутся в Минску 21 червяня. Як чекается, в делу их примут каля 40 представников региона. Яшче 60 человек заденечены в якості факелоносцеву. Веславанне бокс, велоспорт, лёгкая атлетика. Отбор спортсменов на европейские гульни яшче не завершенный, але уже зараз можна казаць, що Гомельская область буде представлена у шмат яких видах. Задача одна – выиграть чи стать призёром. Особливо у тих видах спорту, де будуть разыгрываться лицензії на олимпийские гульни, які у наступному годі пройдуть у Токіа. Сьогодні оприділено 269 спортсменів Республіки Беларусь, які приказом Міністерства спорту і туризму оприділені в состав Национальной сборной Республіки Беларусь для участия в вторых европейских играх, які будуть проходити в міні Минскі. Из них 40 человек – это спортсмены города Гомеля и Гомельской области. Многі из этих пройшли тестові соревновання, які сьогодні проходять в міні Минскі, на протяжі определенного времени вже йдуть. Для Гомельщини европейські гульні почнуться затримання факіла. По території регіону його будуть сністі більш як 60 чоловік. Люді, які унесли значний уклад у соціально-экономічне розвитті в області. Маршрут пройді по чотирьох городах – Турові, Жлобіні, Мазири і непосредні Гомелі. При цьому одрознені от інших областей наш сценарий предуглежує наведування славутых містін регіона. Задача празмарафон показать усьій Європі привабність Гомельщини. Правда, одобрані на европейські гульні спортсміні у цьому процесі задійніші не будуть. Для їх зараз самая головна треніровачний процес. Зараз даже якщо в своєму окруженні спортсмі немає проходних. Зараз все треба бороться і все борються на равних. Уже зараз на сайті дирекції других европейських гульні можна знайзти усю інформацію об раскладі гульні. А про це пропрацовуються варіанты відкриття спеціальних шагуночних і автобусних маршрутов з Гомеля у Мінськ. Такий варіант буде максимально зручним для болівщиків. У час проведення гульного проїхати по Мінську на власнім транспорте буде проблематично. Для комфортності для того, щоб люди не чуствували какой-то сложності лучше всього использовать централізованные виїзди, коли автобуси будуть в шаговую доступність під'їжджати, коли будуть екскурсоводом сопровождатися, коли їх будуть встречати, коли вони будуть проведені на арені, на свої міста, і, соответственно, потом їх будуть встречати, і вони будуть благополучно добиратися до дому. Поэтому максимально все заінтересованы будуть старатися сделать все то, щоб болельщику було комфортно. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Ігор Марышенко, Телерадио, компания «Гомель». У Гомелі вызначили лепших у чемпіонаті по волейболі серот силових і правооховних ведомствів. З поборністви проводять спортивное товариство «Динамо». Все лето за перемогу змагалися 14 команд з усягу регіона. У боротьбі за третье місце команда обласного управління департамента Аховы у двох партях перемогла волейбольну дружину філяла університета громадянської обороны МНС. У фіналі зборная обласного управління МНС у двох зустрічах обіграла волейболістів з команди управління внутріних справ і у 15-й раз перемогла у Динамовськім чемпіонаті. Даний чемпіонат здесь обусловлено тем, що Гомельське обласне управління МЧС уже в теченні 15-ти лет займає первое місце. Ну і, соответственно, пітається команди оспорити їх первенство. Сотрудники, які себя проявили, естественно, входять в основную зборная своїх команд республіканских. Ну, эта команда уже не перший год, уже знают, кто как. Тренируємся свободно от работы время. Так і получается, команда. Гэты, а так само інші новіны ви можете знайсці на нашім сайці у інтернеті по адресі www.tvergomil.by На гэтым наш випуск завершений. Я ще раз віншуєм вас со святом вясны і працы. До нових сустріч у ефіры!